армения страна с более чем 2500 летней историей страна которая находится на перекрестке европы и азии армяне считают что армения или по-армянски а я стан это колыбель современной цивилизации и в этой серии выпусков я постараюсь доказать и показать вам что это отнюдь не пустые слова для этого мы вместе с вами посетим более 70 самых интересных достопримечательностей в каждом регионе современной армении попробуем и оценим каждое блюдо невероятно вкусной армянской кухни уверяю вас что более полного туристического гида по всей армении и городу ереван до этого момента не существовал для тех кто впервые на канале нас зовут тимур и алена мы одержимой следуем мир выискиваем секретные локации участвуем местных безумствах и пробуем аутентичные блюда каждого региона каждой страны нашей планеты для начала нашего турне по армении мы решили поехать на северо-восток через араратскую долину в этом направлении в 40 минутах езды от еревана находится наша первая достопримечательность храм хор вирап место с невероятной историей которая касается не только армении но и всех стран христианского мира мы сейчас едем по арадской долине араратская долина это сады армении естественно тут растет виноград из которого делают тот самый коньяк арарат увидев грузовик полный винограда мы решили остановиться продегустировать фермер сказал что все идет на вино в коньячный завод а мне видя все это так и захотелось прыгнуть с разбега в кузов грузовика ну как они вкусный сладкий или так себе потому что это же на вино идет сладкий нам сентябрь сбор урожая и виноград повсюду в араратской долине в основном растет сорт кангун который отличается высокой урожайностью и в основном идет на производство бренди сорт хоть и сладкий но эстетический далек от тех идеальных кисточек дамских пальчиков или кишмиша которые продают на рынках поехали дальше мы подъезжаем к самой близкой точке в армении гарри арарат где и находится храм хор вироп вот именно этот вид рисуют многочисленные художники на вернисаже наверное все знают о ноевом ковчеге по библейской истории ноев ковчег причалил именно горе арарат так вот хор вироп это ближайший монастырь к этой библейской горе сам холм хор вироп расположен на месте древней столицы армении арташат построенной около 180 года до нашей эры царем арташесом первым основателем династии арташесидов монастырь расположен над подземной тюрьмой в которой по преданию армянский царь тартат 3 содержал в заточении 13 лет святого григория просветителя именно благодаря григорию просветителю и извлеченному им царю тардату третьему армения в 301 году нашей эры стала первым в истории христианским государством прикинь если ты несешь свет в этот мир и тебя засадили вот в такую келью в такую вот тюрьму на 15 лет это сколько у тебя времени чтобы ты замаливал все грехи то есть наоборот для человека который духовного человека это круто 15 лет тебя посадили вот такое место сидишь медитируешь и молишься здесь сохранились две ямы в самой глубокой как раз и сидел григорий просветитель спуск туда по узкой вертикальной лестнице не для тех кто страдает акрофобией и клаустрофобией всем остальным однозначно маст си сам монастырь находится прямо на границе с турцией и вот с холмика прямо рядом видна граница и пограничные столбы то есть дальше уже находится турецкая граница которая кстати охраняется российскими погран войсками они меня еще арестуют дальше в нашем путешествии по армении а пока отправляемся вперед в сторону столицы виноделия армении деревне арене там делают лучшее вино в стране по пути мы проезжали через деревню аистов суринован именно так она распиарена в сети но аистов там не оказалось в это время года хотя я их нашел в другом городе который покажу дальше в выпусках из армении дорога пройдя вдоль границы с турцией с космическими видами на гору арарат уходит на северо-восток огибая на хичеванскую область азербайджана если обратите внимание тут дорога проходит очень близко к границе и между трассой и холмами напротив насыпан заградительный холм с военными дотами говорят что было время когда по машинам тут стреляли снайперы с той стороны естественно это уже в прошлом и сейчас эта дорога безопасно мы приехали в село арени до советского времени это село называлась арпа и было столицей сюник ского региона армении в наше время она стала центром виноделия всей армении а после открытия сделанного в 2011 году армяно-ирландскими археологами село стало центром виноделия всего мира но об этом позже здесь прямо на улице множество винных погребов с дегустациями турами и остальными гастро кайфами в винной деревне но я решил бюджетно закупиться у уличных торговцев тут дегустация бесплатно причем наливают отнюдь не на донышке мой вам лайфхак продегустируйте у всех потом купите у кого понравится если сможете еще ходить хоть вино у уличных торговцев в основном молодое но очень вкусная из-за эндомичного сорта винограда который называется также как и село арени сорт обладает уникальным послевкусием и отдает вкусом брусники клюквы кизила барбариса и различных пряностей нам торговцы вином порекомендовали съездить на фестиваль армянской выпечки готы в деревне тут неподалеку мы немедля отправились в путь который оказался отнюдь не близок в деревне с таким иронич и ироничным названием хачик да вот так что мы приехали сюда сейчас идем как раз в это место посмотрим что творится настоящий кстати хачик по армянски означает крестик а готов мы так и не увидели и не попробовали но местный коп поделился видео которое он снял пару часов назад армянские деревни каждый год соревнуются кто сделает самую большую году об этом армянском лакомстве мы расскажем позже в одном из следующих выпусках про армению и готов так и не увидели хотя бы покажем но у нас есть своя год а и мы приехали на фестиваль готы со своей готове который мы сейчас как раз будем попробовать и вот она мы спешим назад деревню орени рядом с которой как раз расположилась ставшая недавно достопримечательность мирового масштаба свежачок так сказать но к сожалению мы так и не успели объект был уже закрыт но пропустить мы эту достопримечательность не можем поэтому я покажу вам лучшие фотки из сети и расскажу о самой древней в мире винодельни которая была обнаружена армянско ирландско американской командой археологов при раскопках пещеры птичья так ее назвали из-за большого количества гнезд ныне ее переименовали варенье один огородили и сделали доступной для туристов так вот пещера просто клондайк для археологов радиоуглеродный анализ кувшинов виноградных косточек и утвари для производства вина найденные в пещере показали что винодельня датируется четырьмя тысячами лет до нашей эры также тут обнаружены человеческие черепа которым 8 тысяч лет а самая главная находка идеально сохранившаяся туфелька из обработанной кожи на которой сохранились даже шнурки возраст туфельки пять с половиной тысяч лет это на 400 лет старше стоунхенджер и на тысячу лет старше египетских пирамид только представьте находка отличается от аналогичных тем что сделано из обработанной кожи и на данный момент этот ботинок является официально самой древней в мире кожаной обувью винодельня тоже кстати самая древняя в мире что делает село арене прародительницей всего вина в мире куда там французам пора спешить дальше пока не зашло солнце так как следующее место у нас по маршруту это однозначно самый небезопасный храм в армении которому ведет невероятной красоты дорога через ущелье по обеим сторонам дороги вертикальные скалы со множеством пещер это одна из излюбленных игровых площадок для скалолазов наш водитель карен тоже не выдержал достал телефон и начал снимать прямо на ходу в конце ущелья на сценическом уступе стоит храм норованг или новый храм в переводе а точнее амагу норованг который состоит из двух церковей одна из которых является семейной усыпальницей представителей армянского княжеского рода арбельянов владеющих сюникам в то время это регион армении который одно время был самостоятельным государством кстати рот произошел от еще более древнего грузинского рода арбели которые в свое время пришли в грузию из китая но были изгнаны в армению я не историк конечно и если интересно можете почитать на википедии и так первый этаж основного храма сурб астатоцин является усыпальниц узкие лестницы без перил на западном фасаде церкви которые как бы являются визитной карточкой храма ведут в молильню на втором этаже подниматься по ним реально стрёмно особенно когда одна камера болтается сбоку а другая в руках здесь просто удивительно как падает закатное солнце создавая неповторимую атмосферу которую еще больше усиливают множество голубей нашедших себе уютные пристанища под куполом кстати красивый хачкар справа от лестницы эта могила известному армянскому скульптору миниатюристу мамику и считается его последним шедевром насчет этого есть красивая легенда вкратце царь буртал арбельян столкнул его с крыши чтобы он не достроил церковь так как он обещал ему в награду свою дочку а мы рванули дальше в сторону кемпинга место встречи с нашими друзьями парапланиристами проголодавшись мы остановились пообедать забегаловки прямо на трассе шашлык из курицы на виноградной лозе овощи на мангале вино лаваш и зелень по-вашему сколько это может стоить напишите в комментариях ваши предположения утром мы встретились с друзьями из армянского аэроклуба с ними мы отправимся дальше в малоизведанные места армении если позволит погода полетаем на параплана а пока мы вам расскажем о том где богатые мира сего и это не сарказм отдыхают кстати я не шучу тем кому приелись пятерки и michelin welcome to the campsite в отличие от европы где кемпинги широко распространены и очень популярны в армении они только начали набирать обороты и вот мы оказались в одном из них и здесь вообще просто супер по честно говоря вот мы недавно приехали с испании и видим разницу с такими вот разными платформами домиками есть несколько номеров практически отельных очень высокого уровня и в целом здесь конечно очень классно первую ночь мы остались в отельном номере а затем нам показали вот это чудо советского автопрома автобус кваз 685 конвертанутый в кемпер можно сказать каким мог бы стать хиппи вагон ссср естественно следующую ночь мы остались в нем а пока вперед к приключениям утром распределившись по машинам мы направились вверх еще выше в горы в места куда на обыкновенной машине не доехать и пакетных туристов туда не возят ну а нам повезло в том что для ребят из ереванского аэроклуба это была непростая поездка на полеты по налетам и местам а клубная экспедиция это значит что мы едем исследовать места откуда еще никто или почти никто не летал и одно из таких мест куда мы сейчас направляемся древняя крепость которая была построена армянским царем самбатом вторым затем попала под влияние антропотены и отвоёвана римской империей вкусный да да это по-армянски называется а дочь или по-русски боярышник это мы уже поняли итак под горным тропкам мы дотопали до крепости самбатабер это самая большая крепость всюникского региона армении историки считают что она была построена еще до 5 века но задокументированные записи начинаются с 7 века интересная история о захвате крепости сельджуками в 16 веке так как крепость находится на горной вершине которая с трех сторон защищена склонами сельджуки долго не могли ее захватить поняв что в крепости находится источник воды так как из нее никто не выходил они решили его отыскать выпустили на волю страдающего от жажды осла и умное животное через пару дней нашло источник воды которая шла в крепость после его перекрытия крепость сдалась говоря о бедных животных вот очередной пример жертвы цивилизации сорока немного ошиблась местом для посадки это к тому что ребята так и не нашли хорошее место для взлета и мы не сможем полетать и показать вам все с воздуха хотя я вам покажу короткую нарезку с их обычных выездов если вы из тех кому вид с экскурсионного автобуса уже не греет душу вам к ним счастье гарантированно у них есть специальные налетанные красивейшие места где они катают туристов и однозначно это того стоит я когда-то в 90-х тоже получил свою путевку в небо именно в этом аэроклубе сейчас конечно это совсем другой уровень и в плане организации и техники ссылка на ереванский аэроклуб будет в описании а мы спустились с небес на землю по пути встретив стадо коров и очень забавного пастуха уже около машины только послушайте как он подзывает свое стадо погнали дальше в далекую от туристических троп церковушку где мы открыли кое-что необычное артис машины просто монстра ну как ты там внутри нормально нету слов реально крутая да просто особенно ехать на джипе сбоку пыли в этом все ухо вообще очень-очень круто ну и мы приехали вот такую к такой вот классной горной церковушки но это как бы часть этого фана experience experience и да эти так скажу это не все могут а место оказалось захоронением очень необычного армянина когда Гарреги ннезидей в райазстане на его победе в районах он был ухо в районах Гарреги ннезидей в моих открывах когда Сюнике сказал наш первый он был перед вами и вы не вы не вы мы В современной Армении некоторыми политиками НЖД считается национальным героем. Хотя созданная им армянская националистическая идеология, цехохронизм является предметом горячих дискуссий из-за экстремистско-российских взглядов. Сам НЖД считал это единственным путем сохранения армянского народа. Во время Второй мировой войны он сотрудничал с Третьим рейхом, в надежде сохранить Армению как независимую страну. Его история очень интересная и многоярусная, которая включает несколько войн. Собственная идеология, на основе которой в современной Армении создан неоязычный культ этанизма, в основу которого легли труды НЖД и армянская дохристианская религия. Очень неординарная личность, о которой я узнал вот так случайно, оказавшись тут. Поэтому путешествуйте со смыслом. А мой канал Валидатор поможет вам заранее узнать о всех самых интересных фактах этой страны. Наши друзья поехали домой в Ереван, а мы, встав пораньше, отправились вперед к приключениям. Нам пока что надо доехать до ближайшего города Яргенадзор. Ну а так как мы все-таки блогеры, мы решили разнообразить нашу поездку автостопом. И вот нас подбирает тот же самый водитель Арам, что день назад во время прогулки до ресторана неподалеку. Оказалось, что он контрактор, который обновляет дорогу. Кстати, в Армении за последние два года обновили очень много дорог, что несказанно радует. Нас довезли до автобусной остановки, откуда мы планировали взять автобус до города, который, я уверен, вы все пробовали на вкус. Прождали час, в течение которого Алена изучала Армению по очень крутой советской книжке энциклопедия путешественника по Армении. Своим караван-сарай обязана караванной торговой. Расстояние между ними выбиралось примерно равной гиганому переходу караванов. Автобусы вообще не ходят. И мы сейчас направляемся как раз в Джермук. Да, на копейки. Я, наверное, на копейки не ездил. 30 лет. 40 лет, наверное, да. На копейки едем в Джермук. Ну-то. Здесь все машины заправляются газом, и оказывается, чтобы заправить, надо выйти, чтобы случайно не подорваться. Да, да, ездим. Давай зайдем подальше. А едем мы, как я сказал, в город, который вы, скорее всего, уже пробовали на вкус. Это гордость Армении. И главный конкурент грузинского боржома. Мечта всех пенсионеров – больниологический курорт и лечебница Джермук. Насколько похожи все санатории бывшего СССР? Лесок со скамейками, озеро с лебедями и, конечно же, лечебная вода. Кстати, тут прикольный ресторан-поплавок посреди озера. Он причаливает к берегу только после оплаты по счетам. Ну, а кто не заплатил, добирается до берега своим ходом. Джермук, кроме воды, славится также своими, тоже лечебными травками. Это если хотите с собой, сувенир полегче, чем литровые бутылки. Вот как раз ресторан причаливает, чтобы выпустить платежеспособного клиента попить водички в галерее. Именно так называется красивая советская постройка с лечебными пулпулаками внутри. Слово «джерм» по-армянски означает «теплый». Здесь из-под земли бьют около 40 теплых источников. Практически максимальной степени СО2, то есть углекислого газа. Именно эта природная газация так приятна на вкус. И к сведению, все фонтанчики в галерее по составу одинаковые. Различается только температура. По химическому составу здешняя вода практически идентична минеральным водам Железноводска и небезызвестных Карловых бар. Хотя для меня она значительно приятней и не пахнет сероводородом. Но мы сюда приехали не лечиться. И завтра утром мы отправляемся в невероятное место в горах, куда пешком ходить очень не рекомендовано. Почему? Скоро узнаете. Отправляемся мы к самим истокам или источникам счастья и благополучия этого городка. Горячим гейзером. Но по пути нам придется пройти через леса, где чуть ли не каждого второго туриста съедает заживо медведь. Да, действительно, здесь в этой зоне есть медведи. Но, как нам сказал водитель такси... И пастух, с которым мы разговаривали битый час, что они, если и выходят, то только ночью. И они сами остерегаются людей и сторонятся их. Ну, то есть вполне безопасно, да. Так что вот это чисто коммерческая тема, которую придумали турфирмы, к которым нужно делать деньги на том, чтобы возить людей гейзером. После устрашающего знака дорога уходит вниз в ищелье. От красоты захватывает дух. Дубрава с начинающими желтеть листьями. Журчанием ручейков, стремящихся вниз. Жужжание пчел и аромата осеннего леса. Где-то через километра два сказки мы вышли к гейзеру. Я представляю, какой тут минеральный состав. Ядреный. Ну, железо, наверное. Да, железо, да. Ферритин. Слушай, ну что, можно... Да, ну надо попробовать вообще, я не верю, что это... Давай попробуем вначале. Фу. А, там металл один, ржавчанный. Просто ржавчанный. А, ну то есть большие примеси железа. Да. Ну, может быть, это и не для питья. Ну, неприятно, не для питья. Мы уже собрались идти назад, но заметили, что внедорожники с туристами едут куда-то дальше. И пройдя вперед, обнаружили то, куда всех возят. Натуральную каменную купель, откуда бьет горячий источник. Я, долго не думая, забрался туда. Хоть мы и не планировали и не брали с собой купальных принадлежностей. Да, а вот с Аленой сложнее. Но мы нашли выход и для нее. Куртка и бандана спокойно заменили женский купальник. Мы душевно пообщались и накатили коньячка прямо в джакузи. С семьей американского армянина, с которым, как оказалось, я когда-то жил на одной улице в Нью-Йорке. Это бандана прямо универсальная штука. Да. У нас все двойного. Да. Смотри, как сильно началось. Мы посидели в гейзере минут 40. Честно говоря, мы вообще не готовились. Даже купальников у нас не было, но видели, да. Мне пришлось одевать бандану вместо топа. И реально вода очень теплая, очень круто. Нам сказали, что гейзер бьет интенсивно каждые 7 минут. И когда он бьет, там такие мелкие-мелкие пузырьки. В общем, такие очень классные ощущения. Мы там долго были. У меня вот эти части пальцев стали неметь. Они у меня до сих пор онемевшие. Хотя уже прошло минут 15 после того, как мы вышли. В общем, сказали, что на самом деле больше 15 минут нельзя сидеть, потому что потом людям становится плохо. После горного похода и джакузи в Минералке мы очень проголодались. И, не теряя времени ни минуты, отправились в один из самых необычных ресторанов города Джермук. Нас привезли в ресторан Каранзав или пещера по-русски. Здесь, кроме столиков на скалистых утесах, есть небольшие залы в естественных гротах и пещерах. Очень необычно и уютно, особенно в летний зной, спрятаться в прохладной пещере с шашлычком и бокальчиком вина. Но мы здесь будем пробовать одно конкретное блюдо. Хоть и блюдом-то его назвать очень тяжело. Можно сказать, самым аутентичным блюдом Армении. Вот многие говорят, там это долма или хаш. Но для меня это, конечно, очень простое блюдо, которое всего лишь называется хацупанырь по-армянски. Хацупанырь – это хлеб с лавашом. В чем заключается смысл этого блюда? Сейчас мы его как раз делаем. У нас вот тут лаваш нарезанный. Просто берется лаваш. Вот такой кусочек. Туда кладется немного сыра, вот так прям руками. Туда кладется зелень. Обязательно базилик темный. Можно укропа немножко. Заворачивается вот в такой вот бурум-дурум, как тут говорят. И это все есса. Это просто бомбическая вещь. Если вы это не пробовали, его в Армении обязательно попробуйте. Это очень простое блюдо. И это и есть вкус Армении. Давайте обновим наши списки. Как я уже говорил, они динамические. И только в конце этого выпуска вы узнаете победителей. Пока Джермукский гейзер выходит на первое место в списке достопримечательностей. В плане еды у нас тоже новый видер. Это хацупанырь. Я считаю, именно это вкус Армении из всего, что я пробовал до сих пор. Также я обновил список трат. Тут только транспорт и кемпинг. И учтите, что мы брали такси на сотни километров между городами. На автобусе будет гораздо дешевле. По этому маршруту нас повез мой старый закадычный друг. С ним вместе еще в 1990 году мы создавали компьютерные корпорации. Знакомьтесь, это Лячья или Лячкоронка. Его сейчас штрафуют за то, что мы ехали без ремней. Для Армении это просто как выиграть в лотерею. Мы согласились и поехали дальше по дороге, который идет через россыпи вулканического стекла. Один из очень уникальных материалов, которые добывают здесь в Армении, это обсидиан. Вот такие вот глыбы вулканического стекла. Это считается полудрагоценный камень. И в древности из него делали скальпели для операций. Первая точка в нашем маршруте находится на высоте 1900 метров над уровнем моря. Поднимаемся наверх, на небольшой холм, к, наверное, самому сценичному храму Армении. Вроде ничего такого, да? А вы посмотрите, какой отсюда вид. Храм Севанаванг находится на берегу невероятно красивого и очень коварного армянского моря. Даже если вы уже получили свою полную дозу армянских церковей и храмов, то в храм Севанаванг точно стоит приезжать, чтобы хотя бы полюбоваться на этот вид на озеро Севанг. Храм примечателен, кроме своих видов, тем, что тут какое-то время жил царь Армении и Грузии Ашот Второй Железный, где в 921 году вместе с монахами выиграл бой против арабов, тем самым полностью восстановив независимость Армении. А мы спустились к озеру. И только посмотрите, какая здесь прозрачная вода. Озеро состоит из Малого и Большого Севана. Полуостров с храмом Севанаванг находится на Малом. О самом озере давайте позже. А пока погнали в сторону Большого Севана, где, хоть это и не канал для готов, я хотел показать вам кладбище. Вокруг озера Севанг очень много облепихи. Прямо желтенькие такие ягоды. Причем больше ни в каких других местах в Армении. Их нету, они прямо вот тут вокруг озера Севанг. По дороге даже продаются. Это ягода прямо по пути. Можно остановиться, купить из нее сок. Горькая, но очень вкусная. Перетираешь сахаром, получается просто космос. Подъезжая к Норадузскому кладбищу, мы как будто бы заехали в другой мир. На небе появились облака, похожие на инопланетные корабли. А зайдя на кладбище, все стало вовсе фантасмагоричным. Здесь находится самое большое количество древних хачкаров на нынешней территории Республики Армении. Хачкар означает камень-крест. Каждый такой камень имеет свой неповторимый узор. Хотя и все они придерживаются единой стилистики. В основном хачкары имеют мемориальное значение. Есть хачкары, которые рассказывают истории. Например, тут, в Норадузе, есть хачкар, где изображена свадьба. Самые ранние хачкары датируются четвертым веком нашей эры. И по форме больше напоминают мемориальные столбы с барельефами на христианские темы. А вот о мистических стеллах, которые называются вишап, в переводе дракон, предшествующих хачкарам в дохристианскую эпоху, я расскажу позже в выпусках. Так вот, здесь, в Норадузе, находятся более тысячи древних камней. В основном пятого века. Прискорбно то, что самым большим историческим монументом оно стало всего восемь лет назад. После полного уничтожения азербайджаном другого армянского кладбища. В Нахичеванской Джульфе, дабы скрыть всяческое присутствие армян на этой территории. С этим местом связана интересная легенда. Касается вторжение армии Тамерлана. Крестьяне надели каски поверх хачкаров и наклонили мечи в направлении наступающей армии. Издалека хачкары выглядели как вооруженные люди, в результате чего армия Тамерлана отступила. Раз уж мы доехали до перешейка между Большим и Малым Саваном, давайте заберемся на холмик, чтобы насладиться большой частью озера. Нереальные облака только усиливали эту красоту. Итак, озеро Саван. Самое большое озеро всего Кавказа. Высота 1900 метров над уровнем моря. Название произошло от урардского слова Сунья – озеро. На холмике, куда мы поднялись в поисках вида, оказалась маленькая келья с очень интересными камнями. Кавказа – это вообще теплый сейчас, совсем. Сейчас здесь, наверное, плюс 12-10, а вот здесь, наверное, плюс 16-17. Подогревается адским огнем. Да, он не случайно. Инфернальным, хорошо. Слушай, они больше похожи на инопланетян. Почему-то я думаю, что это одинаковые люди, потому что... Слушайте, может, это скафандры, правда? Помнишь, мы прекрасно зеленые смотрели фильм? И там женщина, главная героиня, она связывалась с другими. Да, она вот так вот сделала. Ты тоже смотрел, да? Да ладно. Ты тоже смотрел это, да? Я думаю, я единственный человек, кого Алена заставила смотреть этот фильм. Видать, здесь много могил еще до христианской эпохи. Место магическое. Как обычно, точка на карте в описании. А мы, набрав шиповника и облепихи для чая на вечер, двинулись назад в сторону Дилижана, где останемся на ночь у грача на Фазенте, как он любит говорить. Но по пути нас застал врасплох просто инстаграмный закат. Солнце пробивалось через узкую полоску чистого неба, освещая только прибрежную зону, уходя постепенно в темноту глубоких вод озера. Невероятная магия этого места проявилась во всей своей красе. Пока было такое освещение, мы заехали в еще один храм под названием Хайляванг, чтобы снять красивые кадры. Ну и заодно поставить еще один чекбокс в списке валидированных или проверенных нами мест на карте Армении. Все-таки канал называется Валидатор. Хоть в Армении и нет моря, но красота этого озера без сомнения стоит многих морей. Интересно то, что до советского времени озера было значительно больше. Его искусственно начали понижать до небольшого озера на месте маленького савана. А воду пускали на орошение. К счастью, по ряду многих причин от этой идеи отказались. И сейчас озеро восстанавливается. Мы направляемся в сторону небезызвестного жителям Советского Союза города Дилижан. Хоть это и заезжено, но не могу себе отказать в удовольствии привести отрывок из фильма «Мимино». У нас в Дилижане в кухне открываешь простой кран, вода течет. Второе место занимает в мире. А первое в Эреване, да? Не, в Сан-Франциско. А Дилижане позже. А пока мы остановились, рядом с одной из рыбных лавок купить сыванской рыбки на вечер. Интересно то, что когда путешествуете по Армении, на основных дорогах и трассах есть вот такие вот большие фудкорты. Путешествуя по России на машине, этого явно не хватает. А тут это очень удобно. И такое разнообразие вкусной еды, что сравнимо с неплохим рестораном. Причем, например, тут пекут свежий лаваш. На мангале зажарят шашлык или кебаб. Отличный выбор выпечки и даже живая, вяленая и копченая рыба всех мастей. Но нас интересует только сиванская форель, сик и раки. Раки оказались ну очень дорогими. Вылов форели запрещен. Осталась самая популярная рыба в Армении – сик. Берем ее и дальше в путь. Ночной ужин начался с обычных эко-френдли процедур. Напилить дрова, разжечь костер и на нем зажарить овощи. И самое главное блюдо в нашем меню – сиванский сик. Для справки, сик не эндемик сивана, он по факту ладожский. И именно он виновен в практически полном исчезновении здешних эндемиков – сыванской форели. Иронично то, что потом сик очень помог всей Армении прожить голодные годы. Кстати, он тут считается вкуснее, чем на Ладоге. А мы его с удовольствием съели и добавили в наш топ армянской еды. Все, теперь можно и поспать. Только утром мы поняли, где мы проснулись. Посмотрите вокруг. Ущелье, лес и вот такая вот хижина сколоченная. Прямо в лесу, из досок, из деревьев, которые тут растут. И все это в лесу. Крутяк, да? Правда, конечно, не жарко, однозначно. Утро было хоть и прохладное, но невероятно красиво. Осенняя дубрава, запах прелой листвы, небольшие, но красивые горы вокруг. Вяч решил показать нам удивительную находку, которую сделал на своем участке. Что мы тут раскопали, в общем. Приехали мы на эту землю. Купил я эту землю. Вообще не знал здесь, что есть, чего нет. Приехали, начали, типа, хотим построить дом. И несколько хозяйственных построек надо было построить. Начали копать, в общем. Копали, копали, докопались, короче. В общем, нашли какое-то захоронение. То есть, экскаватор начал копать. Ковшом задел тяжеленную плиту. То есть, мы подумали, что это кусок скалы. В общем, он тащил-тащил, порвал трос. Притащили мы лебедку. Приподняли камень. Залезли туда. Ну, думали, что здесь золото, сейчас бриллианты. Да. Воздушные замки, здесь все бриллианты и так далее. В общем. Смотрим внизу, значит, это. Два глиняных кувшина. Идеально такие вот кругленькие. Точно выполнены на гончарном круге, скорее всего. То есть, никаких отклонений, ничего. Какой-то орнамент. Внутри пепел на три четверти приблизительно. И они вот так стояли в самом углу, вон там. А посередине была большая такая косточка поломанная. Вроде бы бычья. Или бычья. Может быть, да. Дерцовая кость вроде. Или мамонта, наверное, от фаланги пальца. Не знаю. Размер камней, которые закрывали, то есть, крышка, она была сделана из нескольких камней, одинаковых по своим размерам. То есть, это 80 сантиметров ширины, 20 где-то высоты. И метр пятьдесят, метр сорок где-то длины. И они были идеально подготовлены, что ли. Во-первых, таких камней здесь нет. То есть, это привезено откуда-то. Это ближайший карьер, где вот такие вот залежи такого камня есть. И он находится отсюда за 30 километров. Они были тяжеленные. Это, я не знаю, это даже не известняк. Это какая-то другая порода. Может быть, травертин какой-то. И они подготовлены, что значит, они порезаны аккуратно все. То есть, вот эти размеры, о которых я говорю, они как бы там, в общем, по миллиметрам. Вот эта высота 20 сантиметров, они как будто пропилены так аккуратно, что на по длине всей, вот это метр пятьдесят, метр шестьдесят, ни по вертикали скоса нет, ни каких-то ложбинок. То есть, вот так вот идеально там, наверное, 3-4 миллиметра. Золотом это сделать невозможно. То есть, это делала какая-то машина. Скорее всего, да. Даже вот сейчас, если смотришь, там внизу, как бы такая эта полоска такая есть, которая может показывать что-то типа пропила. Я не знаю, чем это пилили вообще. Какой его значительный? Значит, к нам приезжали эксперты из Министерства культуры. Там есть отдел по охране памятников. И, значит, это, их эксперт как бы оценил это дело все, типа пять тысяч лет этому делу. В общем, типа это времена там ранних хетов. В общем, и у них были именно такого плана захоронения. Они были, имели ритуальный характер. К ним не клали ничего там, я не знаю, ни утварь, ни драгоценности какие-то, ничего. Они лошадь не клали, короче, с этими людьми. И их самих как бы кремировали. То есть они, даже скелета не было, ничего не было. И этот еще мужик, этот эксперт сказал, что здесь, это то есть не единичный как бы случай. Здесь все, вот это поле, вот эта нижняя часть, это все как бы здесь вот такие захоронения есть. То есть здесь, в принципе, захотеть, можно еще откопать. Откопать еще. Еще много чего, да. Ну, такого же формата, я думаю, можно откопать. Вообще крутя. Так, то есть вот такие вот интересные вещи. Я хочу еще это, как бы начать развитие здесь такого археологического туризма, то есть какого-то направления, чтобы люди приходили, видели что-то, могли сами там, я не знаю, немного помочь. Ну, у тебя уже есть личный, личное захоронение. Есть, да. У меня много друзей уже говорят. Пятидесяти тысячелетней давности. Так, говорят, когда я умру, меня похоронить там. Я говорю, да, становитесь в очередь. Это тоже как бизнес уже. Я заранее продаю уже это место. Это место, да. Для будущих. Ты можешь аукцион сделать, да? Да. Ну, здесь аура совсем другая. Я не знаю, почему это было все это здесь и так далее. Место очень старое. В общем, и какой-то, я не знаю, дух какой-то ощущается интересный. Здесь у меня осталось то, что мы там нашли, то есть поломанное. Вот это черепки, вот здесь какой-то орнамент, это какая-то, ну, глина, скорее всего, выведена строго. Вообще, вот смотри, здесь даже концентрические круги есть, которые говорят, что это все было как бы чуть ли не машинным способом. Ну, это с виду как будто 3D принтер. Это как будто не ручная работа. Ну, в общем, я не знаю, какие были технологии тогда, но, тем не менее, вот это был один из кувшинчиков, который там сохранился из черепков. Я его еще, ну, хочу как-то восстановить. Мы решили попробовать отыскать еще захоронение, так как Алена занимается биолокацией для своих архитектурных проектов домов и может с помощью антенны Лейхера находить пустоты под землей. И, действительно, место оказалось просто клондайком для расхитителей гробниц. Кто захочет почувствовать себя Ларой Крофт, обращайтесь. Дальше мы поехали изучать сам город-дилижант. И он нас встретил вот таким обелиском в честь 50-летия установления советской власти в Армении. Как бы ничего общего с бальнеологическим курортом, но стоит и ладно. Туристическая часть города очень небольшая. Пару красиво отреставрированных улиц и ресторанчиков вокруг. Вот, например, это самая фотографируемая улица города. По факту это отельный комплекс с сувенирными лавками. Тут не найдешь, наверное, ни одного местного. И длиной она метров 50. Кроме этой улицы есть довольно солидный художественный музей. Вот такой интересный сад-музей, сделанный одним из жителей у себя дома. И самая крутая достопримечательность – вот такая старая советская остановка. Вся территория вокруг города – Дилижанский национальный парк. Здесь расположены отельные комплексы и зоны отдыха. Уже в процессе монтажа этого видео я узнал, что в городе стоит памятник тому самому крану, о котором говорил Фрундик из фильма «Мимино». Он находится на привокзальной площади. Кстати, вода здесь действительно лечебная. Наш третий маршрут по Армении пролегает по ее самой удаленной части. В планах изучить Сисиан, Горис, Кафан и границу с Ираном город Мегри. Друзья, вот на этом, видать, я буду ехать. Здорово. Надо, не дешли назад. Да, поездка выдалась та еще. Когда я снял пару кадров маршрутки, на меня наехал чувак с заднего сиденья. Формата «Если ты не сотрешь все, что заснял, то мне придется ехать назад в тюрьму». Естественно, мы поругались немного прямо в маршрутке. Ну, а я вышел посреди ночи недалеко от города Сисиан, где меня ждала небольшая бендбишка с очень добродушными хозяевами. Гостиница называется «Метан». Однозначно рекомендую. Ссылка в описании. Утром, после вкусного завтрака, хозяин гостиницы довез меня до первой достопримечательности по нашему маршруту. Наша первая достопримечательность по этому маршруту Армении называется «Зорац-Калез» или «Калагунч» – «Пающие камни». Это поле, на котором в определенной последовательности установлено 223 камни высотой от 1,5 до 3 метров. Камни, если смотреть с воздуха, образуют овал. Но наиболее интригующей деталью является то, что 80 из этих камней имеют сквозные отверстия в верхней части. И именно по причине наличия этих отверстий существует теория, что это место – самое старое в мире обсерватория. Теория особенно была популярна в советские годы. В связи с ней место было переименовано в «Калагунч», что созвучно с английским «Стоунхенджем». Просто невероятно прикасаться к камням, которые старше египетских пирамид. Некоторые говорят, что этому месту 30 тысяч лет. Я не могу это доказать, и я не верю, что это 30 тысяч лет. Ну, все может быть, кто его знает. Но однозначно это место силы, однозначно здесь прямо чувствуется, что что-то происходило очень-очень давно. Видать, какое-то захоронение в середине, вот эти камни вокруг с идеально круглыми дырками. В центре находится каменный курган с гробницей, где были найдены захоронения. Что, наверное, больше указывает именно на ритуальные функции данного места, а не научные. Дырки в камнях, скорее всего, использовались для проведения через них веревок. Или для перевозки, или впоследствии, как забор, куда навешивались шкуры. Но это ни в коей мере не уменьшает магию этого места. Изучив все, я направился через поля в сторону проходящей неподалеку трассы, где я попробую поймать машину до города Горис. И вот они, классические пейзажи этой страны. Сепия. Именно это цвет Армении. А я направился дальше по трассе пешком, так как Хараунч место пустынное, и больше ничего не оставалось, как ловить попутки до моей следующей точки на карте – города Горис. Обелиск на въезде явно не в тему. Скоро поймете почему. Город Горис находится в котловании, окруженной скалами. С погодой мне тут не очень повезло, и было пасмурно. А уникален этот город тем, что окружен вот такими причудливыми столбами, в которых в древние времена жили люди. Выглядит все это просто фантастично. Как будто кадры о жизни существ другой планеты. Здесь, в Горисе, живет мой двоюродный брат. Я у него погощу несколько дней и исследую все вокруг. А первым делом он меня повез в город моих предков с маминой стороны. Одно из самых невероятных и красивейших мест Армении. Дорога сюда, мягко сказать, не из лучших. Дальше вниз в ущелье по деревянным ступенькам и через хороший подвесной мост. Кстати, построенный местным жителям на свои деньги. И попадаем мы в невероятный, заброшенный, пещерный город Хнзурэск. Я стоял, очарованный этим зрелищем, несколько минут, когда увидел его масштаб. Ущелье протяженностью 3 километра, в котором в мягких известняковых скалах пробиты многоярусные пещеры, жилища. Последние жители покинули Хнзурэск в середине 70-х годов. В 1913 году в селе насчитывалось 27 магазинов, 7 школ и несколько церковей. Более 8 тысяч человек обитало в этих домах, убежищах, спасаясь от набегов врагов. Друзья, это место для меня очень эмоциональное. Потому что моя армянская половина именно с этих мест, именно с деревни, которая прямо находится рядом, через ущелье. И мои предки, мои прадедушки, прабабушки, дедушки, бабушки приходили сюда, в эту деревню учиться. Поэтому эта локация для меня очень-очень эмоциональная, памятная, потому что эта земля считается моей изначальной родиной. И наша семья, моя армянская половина именно с вот этих мест. В Википедии написано, что в Великой Отечественной войне участвовало 1300 человек из Хнзурэска. Причем оно дало стране одного генерала, 8 полковников, 80 офицеров, более 200 орденоносцев. Интересно, может это означает, что сельчане просто умели выживать поколениями? Я это, кстати, чувствую сам. Я даже часто просто кайфую от бытового дискомфорта. Утром я отправился в одно из красивейших мест Армении. Попасть туда можно на машине. Это где-то один час езды по серпантинам. Или на недавно построенной современной канатной дороге, которая называется Крыглия-Татева. Естественно, я не мог не прокатиться на самой длинной в мире канатной дороге. Крылья-Татева даже внесена в Книгу рекордов Гиннеса. Ее длина 6 километров. Высота в самой высокой точке над ущельем 380 метров. В 2015 году прямо с нее стартовала команда бейсджамперов. Кстати, в Книгу рекордов Гиннеса в том числе вошли сроки постройки этой канатки. Всего 6 месяцев. Прокатиться на ней в целом недешево, но однозначно того стоит. Монастырь Татев. Кредо армянской письменности и одно из самых основных образовательных учреждений Древней Армении. Увидев это, становится понятно, почему сюда построили канатную дорогу. Красота места, где расположен храмовый комплекс, поражает. Монастырь Татев – это духовный центр Сюникской области Армении. В V веке в обители проживало около 5000 человек. Монастырь был не только духовным, но и просветительным центром. В 1373 году в монастыре был сформирован один из крупнейших на всем Кавказе Татевский университет. В нем преподавали не только теологию, но и физику, математику, астрономию. Обучали миниатюре истинной живописи. В те времена церковь как бы была государственным законодательным органом. Она в том числе собирала налоги. Интересно, что делали с теми, кто уклонился от их уплаты? Скорее всего, с ними разбирался уже небесный суд. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, в юго-западную часть Армении, после города Горис, идет две дороги. Одна не асфальтированная и очень длинная. Другая хорошая. Но на нескольких участках она заходит на сторону Азербайджана. Итак, друзья, мы сейчас проезжаем границу между Арменией и Азербайджаном. Но в связи с последними событиями, естественно, дорога проходит по азербайджанской, полу по армянской стороне. Просто так не проехать. Надо ждать колонн. Каждый час формируется колонна, и эта колонна проходит через азербайджанскую сторону. Мы проехали через азербайджанскую территорию. Пограничник увидел меня с телефоном, что я делал какие-то кадры. Нас остановили. Он сказал, что не вздумайте снимать в течение этого участка пути, который проходит на азербайджанской территории. Во-первых, там камеры. Во-вторых, если вас поймают, придется вас вызволять оттуда. Вас арестуют однозначно. Вот. Сам участок на въезде туда был армянский пост. Внутри этого участка был российский военный пост. И на выезде был азербайджанский пост с азербайджанскими военными. На въезде в участок стоял большой знак. Азербайджан. Добро пожаловать в Азербайджан. Вот. Ну, все прошло нормально. Мы заехали, выехали колонной с сопровождением. Вот. И все. Дальше мы едем по армянской территории. И приехали мы в столицу Сюникского региона, город Кафан. Украду немного подписчиков у Варламова. И покажу, как благоустроен этот райский уголок Армении. Конечно, я был в шоке. И это самый центр города. В плане туризма, конечно, тут смотреть нечего. Вот единственная достопримечательность – монумент Дэвиду Бэку. Армянскому полководцу, освободителю Восточной Армении от иранских и турецких завоевателей. В целом, это горно-промышленный город. Тут молибденовый завод и несколько медных рудников. Я направился дальше, по красивейшему ущелью, в котором как раз находится храм, усыпальница рода Сюни. Именно в их честь назван весь регион. Заеду туда на минутку и поеду дальше. Солнце как раз начало пробиваться через облака, создавая невероятную картинку. Самое интересное, что сам город был в ужасном состоянии. А как только выехали, все дороги новые и везде идет обновление. Очень приятно порадовал вот этот знак. Оказывается, по этим красивейшим местам проложили пешие горные маршруты для трекинга. Прямо неслыханно для Армении, так как ходоков с рюкзаком в горы тут реально единицы. Путешествуя по Армении, через некоторое время начинает зашкаливать хромометр от количества посещенных храмов. Но, как я уже говорил, они все расположены в очень красивых местах. И к ним можно ехать просто как к точке, откуда начинать пеший маршрут или прогулку по живописным местам. Ванаванг, кроме того, что является усыпальницей сюникских царей, именно такое место. Погнали в самую удаленную область Армении, границу с Ираном. Я смело добавляю отрезок дороги от Кафана до Мегри в мой список самых красивых участков дороги по Армении. Мои подписчики знают, что на этом канале вы узнаете не только о интересных местах и еде, еще о том, по каким дорогам туда проехать. Ведь зачастую дорога и есть основная достопримечательность. Место, через которое мы едем, называется Мегри-Пас. Считается, что это самый высокий перевал в Армении, высотой 2535 метров. Дорога местами очень крутая и зачастую разбита иранскими грузовиками, так как это единственная ветка, которая соединяет Иран с Ереваном. И по ней идет весь трафик. Мегри-Самый южный город Армении. В переводе означает «медовый», по причине того, что этот регион – самый медоносный в стране. В этом регионе климат значительно теплее, чем во всей стране. Температура редко опускается ниже плюс 13 градусов. Я, долго не думая, нашел самую высокую башню и полез туда по тропкам. Так уж вышло, что на карте никаких достопримечательностей, кроме церкови, я не нашел. Но еще одна церковь в моем списке будет явным перебором. Поэтому Мегри для меня был просто экспромтом. Когда я сюда ехал, мне все говорили, что ты туда едешь, там нечего делать. И единственная достопримечательность в этом городе, кроме еды, это вот эта вот Мегрийская крепость. В целом, ну, это вот пару башенек таких более-менее восстановленных и более-менее неразрушенных. Больше ничего такого нету. Но я думаю, хотя бы из-за природы стоит обязательно посетить этот небольшой, самый южный городок Армении. Причем только посмотрите на эти пейзажи. Я больше нигде в Армении такого не видел. Прямо другая страна. Это единственное место в Армении, где растет гранат. Да, гранат растет, может быть, по всей Армении, но нигде он не вызревает, потому что там холодно. Когда он стал символом Армении, тогда Армения была значительно больше, чем сейчас. Естественно, это все поменялось. И сейчас единственный район, единственная деревня или город, где растет сладкий гранат, это Мегри. И все отсюда его как раз и везут. Тут вместо белья везде развешаны сушащиеся корольки. А местный фермер, увидев меня, снимающего бельевые веревки, пригласил к себе. Где он готовит эти фрукты. Это прямо стейпл, основной продукт этого региона Мегри. Корольки в Меграх начинают собирать в основном в октябре месяце. В основном делают сухофрукты. Каким образом он производится? Значит, чистятся шкурки. Потом вешаются в таком положении. Соответственно, 10-15 дней проходят они. Они становятся мягче. И начинает их каждый королек, соответственно, работники моют руки. Потом начинают эти корольки массаж делать. Это как в шутку, но на самом деле, чтобы он был мягким, нужно каждый королек массировать один раз. После этого, когда она высыхает, мы даем ему форму, соответственно, собираем его, упаковываем в ящики. И в этом году у нас очень много заказов в Россию, очень много заказов в Америку. В Англию сейчас уже ребята начали отправлять. То есть в день минимум тонну, полторы тонны чистятся и вешаются. Через 10-15 дней они становятся уже практически готовы. Это экологически чистый продукт абсолютно. И таких фруктов, как в Мегринском районе, абсолютно во всем мире нигде нет. Само слово «мигри» от слова «сахар», нет, от слова «мёд» придумано вообще-то. И любой фрукт Мегринский отличается из любого другого района. Это и гранаты, это и каральки, это и инжир. Уже в Ереване даже четко отличается, что это мигринский, это ноябрянский. То есть из-за того, что вот она и сладкая, и само по себе очень красивые фрукты. Здесь все вот экологически настолько все чисто, это все продукт делается. То есть только чисто солнце и ветер. То есть абсолютно больше ничего и человеческий труд соответствует. И сахар не добавляется? Никогда не добавляется. После того, когда они высыхают, они до такой степени сладкие, что они сами начинают из себя сахар выходит. И они становятся белыми. И всем кажется, что туда посыпали пудру, посыпали сахар. А на самом деле это из самого каралька сам таким состоянием становится. Затем он показал, как варенуют оливки. Свои сады с гранатами и корольками. Свой винный погреб. Дал попробовать и налил с собой литры вкуснейшего молодого вина. И насыпал здоровый пакет фруктов в дорогу. Конечно, я не могу не отблагодарить. Поэтому его контакты в описании. Если кто хочет экспортировать сухофрукты из Мегри, обращайтесь к нему. А мы отправляемся к конечной точке нашего маршрута. Ехать отнюдь недалеко. А дорога упирается в пограничный забор со сторожевыми вышками. Итак, я на самой южной границе Армении. Дальше на той стороне реки Иран. Я никогда не был в этих краях. И очень доволен, что все-таки сюда попал красивое место. Горы. Прямо другие горы. Совсем другие. В Армении я больше нигде таких гор не видел. Круто, круто. Я очень-очень доволен, что все-таки приехал на самый южный рубеж этой страны. Вернувшись домой в Ереван, я застал родителей и тетю Лиду на кухне. Мне несказанно повезло, так как основное блюдо гориса и Нагорного Карабаха мне так и не удалось заснять во время поездки. А тут они как раз готовят, наверное, самое вкусное блюдо армянской кухни. Итак, Жангелев Хац. Если просто, то это чебурек с зеленью, обжаренный без масла. Но, как говорится, devil in details. С армянского название блюда переводится как хлеб с зеленью. Как вы понимаете, самое главное тут определенный набор трав. Их обычно не менее десяти. Но весной получается самый лучший Жангелев Хац, так как есть определенные только весенние травы. Все остальное просто. Большое количество зелени плотно упаковывается в тесто и обжаривается на сухой сковородке. И самый главный нюанс, прямо перед тем, как есть, в горячий хлеб добавить кусочек сливочного масла. Чтобы оно растаяло тепла. Это просто райское блюдо. Мой однозначный кулинарный топ по Армении. Пришло время подвести итоги третьего и самого длинного маршрута по Армении. Итак, в плане достопримечательностей я ставлю пещерный город Ханзулеск на первое место. Не сомневаюсь, многие будут не согласны. Но это мой рейтинг. Как хочу, так и расставляю. По еде, без сомнений, Жангелев Хац идет тоже на первое место. Для меня пока что ничего вкуснее в Армении не было. Но и список трат за эту поездку тоже прилагаю. Начнем мы наш четвертый маршрут по Армении с языческого храма Гарни. Это, наверное, самая популярная достопримечательность в Армении. Дорога туда проходит через ползущую деревню. В ней дома и сама дорога находятся в постоянном движении в пропасть. Четок ускоренная версия этого мира, можно сказать. Храм Гарни. Давайте разбираться, кто это построил. В основном, источники говорят, что храм в греко-эллинистическом стиле был построен армянским царем Тардатом I в I веке н.э. Храм в то время был внутренней постройкой неприступной крепости, от которой практически ничего не осталось. Доказательством служит каменная табличка на греческом, найденная неподалеку. Но многие свидетельства говорят, что храм был построен значительно раньше. Мозаичный пол в банях, на котором написано на греческом «работали», ничего не получив взамен, датируется 300-м годом до н.э. Также тут найдены урардские клинописи «минус 2-го века». Кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, кто построил этот храм. А вот назначение его практически не вызывает сомнений. На греческих табличках говорится о Гелиосе, на армянских – о боге солнца Мхере, у которого более распространенное имя Митра. Кстати, именно Митре поклонялись римские легионы, считающими его богом победы. Но и давайте к сути. Любимой жертвой этого бога считался бык. Именно их приносили в жертву на массивном алтаре храма Гарни. Вот такая вот история. Храм Гарни – это самое попсовое место в Армении. Сюда практически все приезжают. Но я вам так скажу, что это место стоит того. Храм плюс вот эти вот виды, которые открываются отсюда. Место просто поразительное. Я бы так сказал, туризм в Армении, вот этот церковный туризм в Армении, это не значит, что вы едете посмотреть эту церковь. Это значит, что вы едете в красивое место с просто шедевральными видами. Опять я говорю это слово, но ладно. А чтобы заодно посмотреть какую-то церковь. То есть виды – это самое первое, а церковь или храм – это второе. О красоте. Спускаемся на машине вниз в ущелье. То, что вы сейчас увидите – это одно из самых красивых чудес на земле. Симфония камней. Только посмотрите на эту гармонию. Невероятно. Итак, кто же такое сотворил? Нет, на этот раз армяне ни при чем. Хоть и достопримечательность армянская. Такое человеку не под силу. Матушка природа постаралась. Но самое интересное – как такое могло произойти? Немного теории. На языке геологов это называется столбчатая или призматическая отдельность. Возникает этот феномен при остывании в основном базальтовой лавы температурой где-то 840-890 градусов Цельсия. Так как остывшая часть лавы сжимается, на ней образуются линии термонапряжения, которые постепенно принимают форму многоугольника. И передают микротрещины дальше, формируя вот такие идеальные колонны. Симфония камней в гарни – это одна из красивейших формаций такого рода. И стоит наряду с тропой гигантов в Северной Ирландии и башней дьявола в Соединенных Штатах. Напишите, пожалуйста, в комментариях, где еще вы видели что-либо подобное. Поднимаемся выше по тому же ущелью реки Гохт. Эта часть ущелья находится под защитой ЮНЕСКО, включая монастырь ГЕГАРД, который стоит в себе небольшой, но далеко не всем известный секретик. Итак, монастырь ГЕГАРД. Дословно переводится как КОПЬЁ. Странное, да, название для монастыря? Но оказывается, название происходит от копья Центуриона Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа. О нем вы узнаете позже в выпуске. У этого монастыря было еще старое название – Айдаванг – пещерный монастырь. То, что видно снаружи, это всего лишь надстройки над пещерной частью, которая уходит вглубь в скалу и состоит из сотен келей пещер различного размера. А самое интересное то, что монастырь построен над священным источником, который был местом поклонения божествам задолго до принятия христианства Арменией. Этот родник до сих пор можно отыскать в одном из залов и набрать там святой воды с истока. Кстати, кто знает, какой армянской богине поклонялись у этого источника до христианства? Напишите в комментариях. Ну и как в прошлый раз, только посмотрите на эту красоту вокруг. Недалеко от монастыря мы увидели, как оригинальным методом в тандыре готовят, наверное, единственное традиционное армянское сладкое лакомство – гату. Естественно, она пойдет в мой список вкусняшек по Армении. Вкуснейший пирог с начинкой из масла и сахара, которое называется харис. Готовится он по-разному во всех регионах Армении. Также есть и турецкие, и азербайджанские варианты, каждый из которых немного другой. И все они имеют место под солнцем, то есть в печи. Если уже пробовали, напишите, какая гата вам понравилась больше в комментариях. Здесь монастырь Герард как раз самое такое топовое место, где все покупают вот эту гату. Сейчас мы ее как раз попробуем на берегу речки где-нибудь. Снимай, Калин. И Ален, возьми с дачи. Да, пошли по лицам. Сядь, сейчас снимай, Калин. Надеюсь. Некрасиво, но... Ничего, зато натурально. Да. Вкусно. Вкусно? Да. Конечно, полный антизош, но реально вкусно. Не хватает какого-то чая с чебрецом. Ну, традиционно в каждый такой пирог кладется монетка. Ну, и счастлив тот, кому она сломала зуб. У меня там два дыхания. Итак, с готовой мы разобрались. Давайте закроем гештальт и выясним в конце-то концов, кто придумал лаваш. Мы приехали в место, где пекут настоящий армянский лаваш. Вот прямо на дороге Гарни. Тут есть такие пекарни маленькие, где можно попробовать и посмотреть, как все это делается. Пока женщины готовят лаваш, расскажу вам самую популярную легенду его происхождения. В легенде говорится, что лаваш был придуман для спасения армянского царя Арама, который попал в плен к ассилийскому царю Насору. Арама держали 10 дней без еды в заточении перед поединком. Хитрый Арам попросил привезти его самой красивой защитной панцирь. Раз за разом гонцы передавали царю панцирь со спрятанным тонким хлебом внутри. Но панцирь якобы не нравился Араму. Наконец, в день поединка, сытый и полный сил Арам победил Насора в стрельбе из лука и вернулся домой. Ведь, если подумать, скорее всего, первым хлебом в мире был именно лаваш, так как для его приготовления не нужны духовки. Достаточно лишь иметь горячий плоский камень, по которому можно размазать небольшой кусочек теста. Причем храниться такая лепешка в сухом состоянии может теоретически много-много лет. И всего лишь взбрызнув водой, можно получить очень вкусный и неотличимый от свежего хлеб. Я думаю, что это самая практичная еда на свете. Но в отличие от многих других регионов вокруг, в Армении лаваш – это кур. Это символ семьи Гизавилии. Его используют при церковных и свадебных ритуалах. Практически ни одно блюдо армянской кухни не обходится без лаваша. Да и во всем мире он стал символом Армении. Поэтому он и называется армянский лаваш. Ален, ну как? Хрустящий. И другой, чем... Вот эти заводские, которые, да? Да, вообще другой, да. Да, да, да. Едем в аэропорт. Правда, улетать мы пока что не собираемся. А вот интересно, знали ли вы, что означает название Ереванского аэропорта Звартноц? Скорее всего, этого не знают даже местные. И специально для этого мы приехали в храм прямо рядом с аэропортом. Именно его именем и назван аэропорт Звартноц. К сожалению, это руины храма. Сам храм, если бы сохранился, то был бы самым красивым церковным сооружением Армении. Только посмотрите на его макет. На церемонии освящения этого колоссального храма присутствовал византийский император Константин II, пожелавший построить точно такой же в Константинополе. Храм, к сожалению, имел конструктивные проблемы, что привело его к разрушению после землетрясения. На сегодняшний день храм Звартноц включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И его постепенно реконструируют. А переводится Звартноц как, внимание, храм небесных ангелов. Не правда ли это самое лучшее название, которое есть в мире для аэропорта? Если согласны, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. В десяти минутах езды от храма Звартноц находится самый первый в мире христианский собор. Ну, или один из первых. Который хранит в себе несколько невероятных артефактов. Итак, главный храм Армянской апостольской церкви. Эчмиадинский кафедральный собор. Собор был основан самим Григорием Просветителем. И по легенде, сам Иисус Христос указал ему место. Откуда и происходит его название. Что в переводе означает «Сошел единородный». Комплекс включает в себя несколько храмов. Духовную семинарию, резиденцию католикоза всех армян. И даже собственную типографию. В собор я, к сожалению, не попал, так как он был на очередной реконструкции. Поэтому придется просто рассказать, что в нем хранится и показать фотографии. Помните храм Герард, который переводится как «копье»? Так вот, это самое «копье» Лонгина, которым проткнули тело Христа, было перенесено из монастыря Герард сюда, в Эчмиадин. Кроме того, тут хранится кусок Ноева Ковчега. Верить или нет в эти реликвии, это вам решать. Допустим, истинных чашей Грааля в нашем мире как минимум три. И все 100% оригиналы. Но тем не менее, круто увидеть кусок доски и думать, что это и есть Ноев Ковчег. Эмоции-то не поддельные, если веришь. Направляемся дальше. Раз уж у нас в этом выпуске религиозная тема, то надо в нее включить все религии. Мы проехали рядом с атомной электростанцией. Она была остановлена после землетрясения в 88-м году и запущена только в 95-м, после того, как Армения оказалась в блокаде. Недалеко от нее, в поселке Анкалич, находится самый большой в мире езидский храм. Зиарат Куба Мере Диване. Езидам и их культуре можно посвятить многочасовое видео. Тут я вам дам только пару интересностей об этой самобытной культуре и религии. Езидов часто причисляют к курдам, хотя они сами отвергают это, так как издревле имели свою синкретическую религию, которая вобрала в себя много других. Последователи веруют в существование единого бога и семи ангелов, главным из которых является Малак Таус, ангел в форме павлина. Мусульмане ассоциируют этого ангела с Иблисом, или Азриалом, который является падшим ангелом, сбивающим людей с их истинного пути. И в связи с этим езидов считают поклонниками злого духа. Друзья, здесь совершенно потрясная энергетика и чувствуется совсем по-другому, чем в христианских храмах. Плюс такое очень-очень сильное эхо. Ну и посмотрите, красота. Реально. Золотые павлины. И прямо эхо. Слин, я такого нигде не слышал. Верхняя часть купола, она как бы реверкерирует и отражает звук назад-вниз. Что-то такое сумасшедшее. Я сейчас стою прямо в центре. Ого, тут еще круче. Ого, вау. Обновляю мой рейтинг по достопримечательностям Армении. На третье место у меня пошла симфония камней. Ее однозначно ни в коем случае нельзя пропускать. Как и храм Гарни на пятом месте в списке. По еде. Для меня сладкая гота пошла на третье место. И на пятое лаваш. Хоть по значимости, конечно, лаваш можно ставить смело на первое место. Ну и по расходам. Вот вам мой списочек трат. Новенький РЖДшный поезд медленно продвигается по Араратской долине, останавливаясь у каждого столба. Его заполняют жители деревень с курицами, фруктами, вениками и последними айфонами. Через два часа культурного погружения в глубинку я схожу на пустынной станции Аниван. Кроме меня больше никого с поезда не сошло, что показалось странным. Меня окружают несколько дядек в гражданском и начинают опрашивать. Узнав, что я иду в сторону границы с Турцией, сказали, что туда нельзя. И меня арестуют за это. Сам этот чел представился как военный, но документов так и не смог показать. Естественно, я их не послушался. И я сейчас иду в сторону границы с Турцией, чтобы увидеть древний армянский город Ани. Посмотрим, что из этого выйдет. Что говорит Википедия о городе Ани? Городе тысячи и одной церкви, столице армянского анийского царства Армении. Через город в то время пролегало несколько торговых путей. И он считался самым технически современным в мире. В городе проживало более 200 тысяч человек. Таких городов в этой части мира и во всей Европе было всего 4. Это Ани, Константинополь, Багдад и Дамаск. Также считается, что Ани был прародителем готического стиля в архитектуре, который только через 2 века распространился по всей Европе. Но этому городу не суждено было стать одним из величайших городов современности. Сильное землетрясение, а затем многочисленные набеги в Византии и турков-сельджуков практически сравняли город с землей. Если будете в этой части Турции, то обязательно посетите руины некогда великого города. Мне так и не получилось, конечно, увидеть город Ани. Меня остановили военные. Подъехала одна машина, другая, третья. Потом мы еще час ждали полковника. Он приехал. Естественно, проверили все документы и все изучили. Естественно, меня в конце концов отпустили. Но мне сказали, что это военная зона. Туда вообще нельзя, только с разрешением специальным. Так и мне пришлось удалить весь контент, который я заснял там. Но интересно то, что мне дали адрес сайта, где можно сделать разрешение. То есть туда можно заходить и специальные туристические группы, особенно если вы в группы, возят прямо вниз, спускают к речке, к городу Ани. И оттуда можно очень хорошо его увидеть. Мы получили хотя бы эту полезную информацию. Ну и плюс еще было приключение, которое я не могу показать, так как там было очень много военных. Российским погранцам я устроил конкретную тренировочку. Оказалось, что тот чувак, который представился военным, позвонил в часть и доложил, что в сторону Турции бежит непонятный субъект, весь обвешанный камерами. Что в целом было недалеко от правды. Они даже подняли вертолеты для моего поиска. Но все обошлось. Меня довезли до станции, там работники РЖД меня накормили и напоили кофе, и под присмотром посадили на поезд до Гюмри. Я в Гюмри, наверное, самом русскоязычном городе Армении. В основном из-за 102-й военной базы РФ, расквартированной тут. Прогуляюсь по вечернему городу, пока не совсем стемнело, а затем найду ресторан с аутентичными кушаньями. Хоть это и второе по величине город в Армении, мне кажется, что тут как-то безлюдно. На центральной площади необычные расцветки храм из черного и розового туфа. Нигде такого не видел. И что-то он мне напоминает. А, так и есть. Очень похоже на разрушенный анийский собор. Интересно здесь в Гюмри наблюдать вот такие вот крыши, упавшие крыши соборов. То есть это крыша, которая когда-то во время землетрясения, наверное, упала. Теперь ее собрали и вот так вот выставили вот такие вот монументы. Город стоит в активной сейсмозоне. И здесь землетрясение – это обычное дело. В 1988 году Ленинакан, а именно так он назывался в советское время, был очень сильно разрушен. В городе погибло по меньшей мере 25 тысяч человек. И гуляя сейчас по городу, я практически не вижу старых домов. Если все сложится, я завтра направлюсь к эпицентру этого трагического события. Итак, друзья, сегодня мы пробуем еще два армянских блюда. Во-первых, это символ или как стейпл армянский блюд. Это толман. Наверное, все слышали про толму и многие народы спорят, кого это блюдо. Ну, армяне считают его своим. Естественно, все готовят его тут, в этом регионе, потому что это всего лишь мясо или фарш, который обернут в виноградные листья. Итак, вкус потрясающий, потому что виноградный лист дает такую кислинку этому мясу, которое находится внутри. Мясо очень сочное. В общем, обязательно стоит попробовать это блюдо здесь, в Армении. Второе блюдо называется таджваджик. Это внутренности обычной курицы, нарезанной, мелко и обжаренной с луком. Не во всех областях это блюдо популярное, и многие его вообще никогда не делают, многие вообще никогда не едят. Но, тем не менее, это тоже считается национальным блюдом, и оно имеет место быть в нашем списке. Давайте попробуем. Ой, это уже. Особенно соус на основе лука, посыпанный зеленью. Шикарная штука. Ну, конечно, не для всех, но в любом случае стоит вашего внимания. Утром беру такси к основной достопримечательности Александрополя – аванпоста Российской империи 1800 года – Черной крепости. Этот донат из Черного базальта был построен на холме на случай очередной войны с Турцией. Хоть крепость так и не подвергалась осаде, она сыграла важную роль в русско-турецких войнах. А после взятия российскими войсками Карса и Батуми потеряла свою актуальность и была конвертанута в склад с боеприпасами. Сейчас это площадка для вполне себе мирных мероприятий. Вау, друзья, внутри Черной крепости вот такое вот арт-пространство, то есть место для концертов. И вообще, ну, выглядит очень-очень красиво и эффектно. Прямо с балкончиками такими и местом для всяких шоу. Круто, круто. Со смотровой площадки напротив открылся шикарный вид на гору Арагац – самую высокую гору Армении. И еще тут прямо рядом монумент «Мать Армения». Говорят, что статуя, которая символизирует победы армян, изначально была сделана для Еревана. Но затем Компартия, узнав, что архитектор Дашнак и выступал против советской власти, решила перенести статую в Гюмри. Отсюда вдали также видна действующая 102-я российская военная база. А я спустился вниз с холма, куда должен подъехать таксист, который отвезет меня к, во-первых, месту, о котором армяне запрещают говорить, а, во-вторых, к эпицентру самого разрушительного землетрясения в истории Советского Союза. Таксист, которого зовут Арман, приехал вовремя. Заезжаем на до сих пор пугающие меня газовые заправки и вперед к самой северо-западной точке Армении – озеру Орпи. Дорога вначале идет через холмистые поля, засеянные травой для скота. Арман говорит, что это самое выгодное и малозатратное для местных фермеров. Просто скосил и продал. Дорога поднимается выше и выше, переходит в грунтовку с редкими поселениями по пути. Проехали дамбу и оказались у озера Орпи. Это второй по значимости водный резервуар в Армении. Вокруг озера национальный парк. Здесь единственное место, где можно увидеть пеликанов. Нигде больше в Армении пеликаны не водятся, только на озере Орпи. Я их сейчас здесь не вижу, но, наверное, просто не сезон. Наверное, они здесь все-таки летом. Плюс здесь вводится эндемический вид гадюки, которая называется гадюка Даревского, по-моему. Ну, в целом, красиво, красиво. И такой транквилло, как говорится, на испанском. Чувствуется такой релакс. Проехав немного дальше, я заметил кое-что необычное. И мы остановились поизучать. Здесь, проезжая через эту часть Армении, можно встретить вот такие вот турецкие кладбища. Здесь, естественно, все написано на вязью. Знаки совсем другие. Ну, и только посмотрите, совсем по-другому чувствуется. Да, эта зона, эта часть, она была турецкая, и она была передана Армении. Да, она небольшая, очень маленькая, но тем не менее. Тут ко мне подъезжает военный офицер и требует все стереть и покинуть кладбище. На вопрос, почему, отвечает, что это погранзона. Хотя до границы тут далеко. Но, я так понял, это из-за того, что этот маленький кусочек земли вокруг озера был передан в довесок к Батумскому региону, который отошел Российской империи взамен на то, что большевики отдали туркам Сурмалы. Это Араратская долина за рекой Аракс, включая гору Арарат. Ну, ладно, что снял, то снял. Погнали дальше. Мне предстоит еще почти два часа дороги через живописные, выжженные солнцем покатые горы. Даже не горы, а холмы, с время от времени прорезающими их, как глубокие шрамы, ущельями. В одном из таких ущелий находится финальная точка моего маршрута. Единственный в округе водопад, который связан с очень драматическим событием в истории современной Армении. Армения отнюдь не богата водопадами. И водопад Харчкан около Гюмри один из таких, ну, один из самых красивых, можно сказать, и доступных. Хоть, конечно, дорога сюда и не очень, но, тем не менее, это место стоит того. Особенно в жаркое лето, поверьте мне, здесь очень-очень хорошо. Чудовищное землетрясение потрясло Армению. Самым близким городом к эпицентру оказался Спитак. В нем толчки достигали 10 баллов по 12-бальной шкале. В Гюмри, тогда еще называвшемся Ленинакан, 9 баллов. А эпицентром этого чудовищного землетрясения был как раз водопад Харчкан. Волна, вызванная землетрясением, обошла планету два раза. И была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и даже Австралии. В результате землетрясения погибло по меньшей мере 25 тысяч человек, а по некоторым данным 45 тысяч. 140 тысяч стали инвалидами, 514 тысяч человек остались без крова. В общей сложности землетрясение охватило около 40% территории Армении. На этом красивом и в то же время трагичном месте я заканчиваю мой маршрут по этой части Армении и отправляюсь в Ереван. Пока еду, подведу итоги и обновлю мои списки всего самого интересного и вкусного по всей стране. По достопримечательностям я ставлю на 11 место город Ани. Хоть он и находится в Турции, он все-таки армянский. И его можно увидеть с этой стороны границы. Рейтинг всех остальных локаций дальше в списке. По еде Толма идет на второе место. Наверное, это генетически, но вкус этого блюда для меня как праздник. Да, это мой личный рейтинг. На научный подход и объективность не претендую. Траты тоже записал. Может, кому понадобится. В наш последний по Армении самый северный маршрут мы отправляемся с моим одноклассником и близким другом Артуром и его женой Анной. Артур, наверное, лучший сторитейлер в мире. Остановимся около нашей первой достопримечательности. Монументу армянскому алфавиту и послушаем историю о мистерии его создания. Друзья, мы находимся в уникальном месте. Здесь вы видите памятник армянскому алфавиту. И хочу рассказать про уникальное свойство армянского алфавита. Немножко даже мистическое. Дело в том, что в армянском алфавите, который был придуман очень давно, а конкретнее в V веке, если каждой букве присвоить определенный номер, порядковый номер этой буквы в алфавите и выделить названия металлов, известных в то время, таких как золото, серебро, железо, свинец и так далее, и к каждой букве надписать порядковый номер данной буквы в алфавите и потом сложить эти цифры, получается порядковый номер данного металла в таблице Менделеева. Вы только вдумайтесь, да, таблица Менделеева была придумана около 200 лет назад, была открыта, придумана открыта 200 лет назад, а это V век, да, там, 1500 лет назад. То есть, ну, объясните, как это происходит в комментариях. Периодическая таблица показывает количество нейтронов и протонов внутри ядра атома. Это вещи, о которых человечество узнало буквально только в 20 веке. Это просто необъяснимая вещь. То есть, мы приходим к тому, что до существования той цивилизации, о которой мы знаем, представители которого мы являемся, скорее всего, в мире существовала какая-то более развитая цивилизация, которая исчезла, и мы по крупицам сейчас собираем информацию о них. Кстати, армянский алфавит имеет очень много уникальных вещей, про которые я еще, наверное, расскажу по дороге. Например, он начинается на букву «А» и заканчивается на букву «К». Это тоже не случайно. «А» — это астваз, Бог. «К» — это Христос, Иисус Христос. То есть, считал, что армянский алфавит — это какой-то святой инструмент, посланный Богом, начинается на «А», заканчивается на «К». И если его выложить треугольником в виде пирамиды, в углах получается «Отец, Сын и Святой Дух». Едем дальше по дороге, которая ведет нас к самому высокому ресторану в Армении. Артур рассказывает истории о словосочетании «ар» в армянском языке, и что практически все самые важные армянские слова начинаются именно с «ар». Например, «ара». Особенно вот это начало «ар», вот корень «ар». Во многих словах «артив», например, это бог птиц. «Артив» — это орел. Так мы проехали рядом с Бараканской обсерваторией на высоте 1490 метров. Кстати, здесь находится второй по величине зеркальный телескоп в СНГ. Сюда можно попасть с экскурсией, поэтому я добавлю это место в наш список достопримечательностей. А чуток выше открылся просто невероятный вид на гору Арарат. Такое можно увидеть только отсюда. Гора как будто плавает в облаке над миром. Я бы сказал, это самая лучшая смотровая площадка во всей Армении. И тут же находится наша следующая точка на карте — древняя крепость Амберт. Высота — 2300 метров над уровнем моря. Крепость основана в VII веке армянским родом Камсакаран. В XI веке захвачена сельджуками и окончательно разрушена монголами в 1236 году. Название говорит само за себя. Амберт или Ампериберт переводится как «облачная крепость». Интересно то, что при ее раскопках несколько лет назад глубоко под землей был найден целый лаваш. В таком состоянии, что его можно было размочить и съесть. Это одно из самых-самых таких маст-си мест в Армении. И пейзажи вокруг, и сама вот эта крепость разрушенная, древняя, через которую прошли много разных цивилизаций и национальностей. Вообще-то топовое место. Ну и причем она разваливается. Да, ее пытаются реставрировать, но тем не менее она в таком месте, что каждое землетрясение уменьшает это восхитительное место. Она немного классное место, обязательно стоит посетить. Выезжаем из крепости по указателям «Хаш» на асфальте. Дорога явно идет в гору, но если поставить машину на нейтралку, она начинает резво разгоняться, а не откатываться назад. Вот такое чудо. Координаты аномалии оставлю на карте в описании. И напишите в комментариях, если знаете причину такого чуда. Руб. Слушай, она вообще конкретно разгоняется. Слушай, прямо вот реально она в гору. Еще полчасика в гору, и мы около научной станции института физики. Я 22 года назад здесь встречал тогда еще новый 2000 год. И вся жизнь была впереди, как и сейчас, впрочем. Вот знаешь, этот трансформатор. Да, трансформатор. Чувак получил нобелевскую премию за то, что размагнитил этот трансформатор. Итак, друзья, мы на самой высокой точке в Армении, куда можно доехать на машине. Это гора Рогац. Дальше пешком. Вон за нами это южная вершина. За ней северная вершина, которая 4100, по-моему, 99 метров. Или 4099 метров, не помню уже точно. Но место просто потрясающее. Здесь озеро, здесь база физиков. И знаменитый ресторан, куда все приезжают поесть хаш. Зачем мы сюда и приехали. Итак, давайте пойдем попробуем знаменитый армянский хаш. Итак, зачем же заморачиваться, чтобы поесть наваристый бульончик из коровьих копыт? Армянский хаш делается исключительно из этого компонента. Реже туда добавляют очищенный рубец. Так вот, для армян это исключительно зимнее блюдо. Но если захотелось его летом, то welcome to Арагац. Тут даже в августе лежит снег. Все-таки почти 4000 метров над уровнем моря. Я могу еще отметить, что если сильные такие профессиональные едоки, хаша, которые кроме того, что вот это все напрашивали, под фоточку, еще берут мягкий лаваш, не сушеный, но хорошо, не резаный. Они им покрывают голод. Билл и хаш, что ли. И там происходит ингаляция. Они дышат. Дышат, да. Плюс, они едят вроде ложкой, вилкой, как мы сейчас будем делать. Они едят руками. Руками делают мясо с лавашей, им подбирают мясо, едят с кемодиалом. Да, еще заметка для туристов. Хаш не едят как супчик. Туда крошат сухой лаваш и ждут, пока он впитает в себя всю жидкость. По сути, это размоченный во вкусном бульоне хлеб с мясом, а не суп. Заправились, пора в дорогу. Спускаемся вниз к подножью горы Арагац и вокруг нее на север. Тут пейзаж совсем другой. И только посмотрите на Арагац с северной стороны. Невероятно красивый пик высотой 4090 метров. Самая высокая точка нынешней Армении. Но даже в такой небольшой стране, каждая ее часть отличается по природе. Та зона, куда мы едем, славится своими глубокими ущельями. На краю одного из них находится крепость Лори, куда мы и подъехали. Крепость 10 века основана армянским царем Дэвидом Безземельным. Да, если даже у Безземельных в те годы было такое, то что о нас говорить-то? Но сегодня крепость оказалась закрыта, и внутрь попасть мы не сможем. От крепости остались только стены и один мост через ущелье. Как практически и от всех остальных крепостей в Армении. Артур как раз расскажет, почему эти крепости переходили так часто из рук в руки. И раз за разом разрушались до оснований. Один из самых знаменитых османских предводителей, султан Баязет, он считал себя самым главным. И поэтому Тимур сказал, я приду, прямо в Анкаре тебя разобью и вернусь. И он шел 7 лет. То есть поход Тамерлана на Баязета длился 7 лет. Что он делал 7 лет? Надо было что-то есть. Заехали сюда, этих ограбили, тех взяли, этих разбили. Походу, понимаешь? Это для них был расходный материал. Это не было целью флаг поставить государственным. Да, мы были просто у них под ногами, понимаешь? Он пошел, Баязета разбил. Причем узбеки, кстати, этим сейчас очень гордятся. У узбеков ведь Тамерлан, Тимур, Амир Тимур, а не его Амир Тимур. Это основатель нации. Озбек. Поехали не узбек, а озбек. Оз означает настоящий. Вот Абек это царь. То есть нация настоящих царей это узбеки. Хорошо бы знать. Ларийская плоскогорья продолжает радовать нас своими пейзажами, пронизанными как глубокие раны ущельями. По этой области стоит даже просто проехать на машине безо всякой цели. А мы как раз подъехали к Адзунскому монастырю. В википедии о нем практически нет никакой инфы. Но покопавшись в сети я нашел несколько интересных фактов. Это единственный монастырь в Армении, где на некоторых крестах изображены полумесяцы. Многие связывают это с легендой о защите религии от мусульманских нашествий. Чтобы племена, видя священные для себя символы, проходили мимо и ничего не трогали. Но скорее всего более правдиво языческая версия. По ней христианские церкви в Армении зачастую основывались на месте языческих храмов. И скорее всего на месте Адзунского монастыря был храм, посвященный богу солнца Митре. Армянские язычники любили изображать солнце с луной. Это было одним из главных символов язычества. А после возведения христианского храма кто-то соединил два главных атрибута старой и новой религий армянского народа. Получился месяц на кресте. В пользу этой версии также говорят языческие стелы или как их еще называют вишапакар, найденные здесь. После монастыря дорога резко ныряет вниз в ущелье. Очередная смена пейзажа. Теперь это дно широкого ущелья с рекой, мостами и какой-то мистической атмосферой. Едем на север в сторону Грузии, к городку Алаверди. Кстати, слово Алаверди в русском языке означает передачу тоста или ответный подарок. Пришло оно из тюркского, что означает «бог дал». А бог как раз дал этому городку на Адзшибе сразу двух знаменитостей мирового масштаба – братьев Микоян. В их музей мы как раз и направляемся. При входе в музей мы встретились с внучкой Микояна, которая нам любезно рассказала о братьях Микоян. Наш музей – братьев Микояна. Как вы знаете, Анастас Микоян – политик, 55 лет был в Политбюро. А наш Микоян – создатель самолета МИК. МИК – Микоян Буревич. Самая главная идея дал наш Микоян Буревич. Смотрите, внизу пресса Артема. Там написано «Анушаван Гуван Иси Микоян». Вообще так, в 25-м году Артем Микоян, когда работал с завода «Динамо», там русские не могли чисто говорить «Анушаван». Назвали Артем, Артем. А вообще так, Санаин не знает Анушаван. А, ну, то есть Артем, он здесь родился, вырос? Да, конечно. Сначала они учились в монастыре, школы были в монастыре. А потом они поехали в Табилиси, Грузии, на шлистянскую школу. Потом в 1931 году поступил в Москве в Жуковскую академию. В 1937 году окончил академию, работал в авиационном заводе. Сначала инженер, потом конструктор. А потом генеральным конструктором и директором авиационного завода. Думаю, всем неравнодушным к авиации стоит посетить родной город легендарного авиаконструктора. А мы отправляемся в Ереван. И давайте обновим наши списки уже финально. И подведем итоги всего самого интересного и вкусного по всей Армении. Значит, по этому маршруту в плане достопримечательностей на самую высокую позицию, а точнее седьмое место в списке, попала крепость Амберт на склонах горы Арагац. Сюда стоит просто приехать из-за невероятных видов, которые вы не получите больше нигде в стране. По еде. Я поставил хаш на четвертое место в хит-параде. Он явно не для каждого, особенно если вы вегетарианец. Но для армян это культовая зимняя еда. И страт по этой поездке только хаш. Весь стол в самом высоком ресторане в Армении обошелся 10 тысяч грамм, или порядка 20 долларов. Там же можно записаться на экскурсии, туры или совместные с нами экспедиции по труднодоступным местам. Спасибо за просмотр и до скорых встреч! С вами были Тимур и Алена на канале Валидатор Тревел. Продолжение следует...